привет сегодня хочу показать видео которое будет немножко такое но это не ноу-хау это знают те люди которые занимаются сейчас сказать уделяют большое внимание биомеханики при выполнении упражнений наверное не все знают кто такой чарльз глаз мы с ним знакомы это американский мега тренер через руки которого прошли практически все мистеры олимпии соединенных штатов вот он практически тренировал каждого из них чем он так хорош ему сейчас 72 года если я не ошибаюсь вот чем он так хорош тем что он придает огромнейшее значение биомеханики именно поэтому все мистер олимпия старой гвардии которые он тренировал и он также сам когда выступал они выглядят великолепно каждый пучок мышц выделяется то есть все классно почему потому что он знает как работает мышца как она крепится к связке суставу и тому подобное я также придаю значение этому вот и слежу за биомеханикой при выполнении упражнения за моими клиентами посмотрите элементарно покажу вам один маленький нюанс который практически знают все но практически никто не выполняет и даже профики которые занимаются они думают что они знают но большинство из них этого не делает вот смотрите берем элементарный гриф для выполнения бицепса значит большинство из вас делает его вот так когда-нибудь замечали движение кисти значит у некоторых кисть провисает в таком положении то есть они начинают вот так в конце захлёст кисти наверх поймал что это происходит значит в этом положении расслабленное идет запястье идет нагрузка большая на связку как крепить головки бицепса который крепится к локтевому суставу затем идет подъем и все то есть кисть выравнивается а потом она здесь делает захлест и опять расслабляется что в этом случае происходит нету максимальной нагрузки на мышцы на двуглавую мышцу бицепса на короткую длину нету значит правильно делать если вы хотите максимальный рост вашего бицепса делать когда запястье и кисть вровень стоит вот в таком положении то есть начинаете отсюда 90 градусов ровно и наверху ровно ведь максимальное сгибание бицепса должно быть вот в таком положении когда кисть идет запястье ровное прямое продолжение нету прогиба нету захлеста значит почему не нужно делать захлест вот посмотри внимательно увеличь когда ты делаешь захлест что происходит с мышцей предплечье она сокращается если она сокращается то что она делает она забирает порядка 10-15 процентов нагрузки от бицепса видели когда арм лифтинг когда они борются что они делают они используют мышцы предплечье for arms называется и за счет нее принципе валят также за счет техники не будем давать подробности что вам нужно вам нужно максимально отключить предплечье и включить головка бицепса короткую длинную именно поэтому нужно следить за запястьем чтобы она всегда была в статическом напряжении ровном положении вот тогда идет максимальная нагрузка на ваш бицепс есть техника вот такая когда некоторые профики но не профики я видел что никогда провисают кисть и выполняют так мастер алексеев так делает но что он делает он опять-таки расслабляет мышцу предплечье чтобы она не мешала сокращению использует кисть как крючок просто как сумку повесил просто напросто идет нагрузка на бисепс но в этом положении большая нагрузка идет на связку вот здесь если увеличить посмотреть ту связка очень сильно напряжена и очень большой дискомфорт вот я в этом положении не чувствую нагрузку на сам сами волокна а чувствую нагрузку на связку то есть идет статика опять силовое упражнение а мне нужно максимальный пам пам достигается опять выпрямляете кисть отключается связка статическое напряжение связки и идет что бицепс работает только так только так это может показаться многим мелочью но именно эта мелочь мешает большинству расти именно поэтому многие делают одни и те же упражнения одни прогрессируют а другие нет ведь эту деталь нелегко заметить и заметит только час глаз и папа смит ну и также некоторые профики которые придают значение биомеханики это было небольшой ноу-хау для вас хорошего роста большого бицепса лайфхак окей все пока